Истребители, вертолеты и подводные крейсеры, радиоэлектронные узлы для этой техники разрабатывают и производят на саратовском предприятии «Алмазфазотрон». Пережив лихие 90-е годы, сегодня завод переходит на 3D-технологии и не зависит от импортных комплектующих и технологий. Как «Алмазфазотрон» и другие предприятия оборонно-промышленного комплекса региона участвуют в импортозамещении в нашем следующем сюжете. Прижимаю вакуумом. Нанотехнологии в действии с помощью уникального оборудования здесь собирают продукцию субмикронового размера. На элементы наносят по 8-12 слоев микросхем. Высокоточная работа требует спецодежды и особого климата. В научно-производственном центре «Алмазфазотрон» это место называют «чистая комната». Запыленность здесь, можно сказать, одна из самых лучших в Саратове. Она составляет 0 пылина к размерам 0,3 микрона. Сочетание тысяч умных частиц с заданными параметрами потом лягут в основу систем управления самолетов, ракет, кораблей. Саратовское предприятие «Алмазфазотрон» разрабатывает и тут же производит радиоэлектронные комплексы для систем вооружения и оборонной промышленности России. Особенно мы гордимся тем, что вот если сейчас посмотреть, какие есть самолеты в России, истребители самолетов, то кроме одного типа во всех других истребителях обязательно летает наш блок. Мы участвуем в создании самолета пятого поколения, который, в общем-то, гордится всем странам. Всей страной гордится этим самолетом, потому что он идет как бы отдельной строкой. Генеральный директор вспоминает 17-летнюю историю предприятия. Как отремонтировали сильно запущенное здание, оборудовали свою котельную, систему очистных, купили новейшее оборудование для гальваники. Сегодня коллектив «Алмазфазотрон» – это более 800 человек, почти половина из них – выпускники саратовских вузов. Это не случайность. На предприятии базируются кафедры СГУ и СГТУ. Каждый новый специалист проходит тщательный профессиональный отбор. Так в сборочном цеху перерыв каждый час по 15 минут, потому что работа с микроскопом требует высокой концентрации внимания. Здесь происходит сборка модулей, как начиная от маленьких деталей, так и заканчивая полностью сборкой приборов. Самый такой, может быть, несложный, скажем так, по своей конструкции, ну, часа три по-любому. Вот, и до недели можем собирать прибор. Все изделия тщательно испытывают, мучают, чтобы самолеты летали, а корабли плыли. От 100 до 300 часов микросхемы и блоки проводят во влажности, тепле, холоде, под электрической нагрузкой и в тряске. Какие приборы, в зависимости, при какой температуре мы их должны испытывать, мы их такой температурой задаем в камере. 60 градусов, ну, это максимальный у нас такой минус. Курс на импортозамещение сегодня коснулся и оборонного комплекса России. Президент Владимир Путин не сомневается, что у России есть нестандартные решения для обеспечения обороноспособности страны. Саратовскому региону есть чем ответить. В этом году объем оборонзаказа в регионе вырастет на 20%. В следующем году ожидают не менее 12%. У нас в список предприятий оборонно-промышленного комплекса, который утвержден Министерством промышленности, 29 предприятий входит. И, кроме того, 23 предприятия производят различную продукцию, материалы и комплектующие тоже для Министерства обороны. Это для Саратской области очень заметный сегмент деятельности. И надо сказать, что в последние годы он развивается в числе самых динамично развивающихся отраслей. Несколько лет назад мы начали разработку трех очень сложных модулей СВЧ микроэлектронных, которые уже заменили украинские три прибора. Мы сейчас уже заключили договор с АО «Тантал» на поставку таких. Он раньше получал их из Киева. Большое количество приборов, долго шло. Сейчас, понимаете, проблема возникла. Плавно, абсолютно, безболезненно «Тантал» переходит на наши приборы. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.